У меня смартфон там 15 тысяч стоит, вообще, ребята, вы чего, я там точки поставлю, там, удобно. Высоту, как видите, да, 161, здесь 221. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ, вот здесь должно быть, это рубрика лайфхак. Ах, прям, вот ах! Всем привет, с вами интернет-магазин Мира Халотов, и сегодня мы обозреваем новинку от компании Garmin, туристический навигатор Garmin GPS Map 66ST. Ссылку на подробное описание и свежую цену вы найдете в описании под этим видео. Всем своим покупателям мы дарим карту памяти и вот такие аккумуляторы. Так что, смотрим видео, поехали! Есть вообще модель 66S. Это зарубежная модель, и в ней не будет ни карты топографической, ни гарантии. То есть, там не будет гарантии двухлетней, замены аппарата, если что-то случится. Ну, небольшая предыстория. GPS Map начиналась там 60-я модель, потом стала 62, потом 64, 64-й уже достаточно долго на рынке, по-моему, больше 4-х лет. Больше даже скажу, что на базе GPS Map делают Астры и Альфы, что говорит о том, что она максимально универсальная. И сейчас вот как бы нам нужны же новинки и все остальное. Вышел 66ST. Стандартно пробежимся по комплектации при покупке этого замечательного навигатора. То есть, сам навигатор в этой коробке будет лежать, будет у вас лежать карабин. В этом навигаторе уже будет эта карта топографическая России, там, хоть она будет и 6, там, где-то, не помню, 18, вы все равно сможете ее обновить до самого последнего. Это все бесплатно, естественно, при регистрации этого навигатора на официальном сайте. Потом у вас будет лицензия даваться бесплатно, это BOTS-I, так, карабин сказан, USB. И, то есть, все, в принципе, гарантийный талон и инструкция, естественно, да, на русском языке. Отличие от предыдущей серии, ну, то есть, моделей 64-х, допустим, ST, это только в подписке BOTS-I. Больше все. Что такое BOTS-I? То есть, это птичий глаз или, там, по-простому космоснимки. То есть, теперь вы будете уже скачивать бесплатно все время эти космоснимки. И, соответственно, при выборе причала какого-либо, да, там, привала точнее, вы будете уже понимать местность, вообще, как выглядит в реале данный объект. И больше будет понимания, стоит ли там останавливаться или нет. И хочу подчеркнуть, что вы все-таки будете это бесплатно на всю жизнь. Потому что в предыдущих моделях нужно было платить за эту подписку BOTS-I. И, по-моему, где-то около 3000 рублей. Ну, то есть, вы можете посчитать сами экономию, если вы покупаете сразу вот этот навигатор. Будет видео сравнения всех туристических навигаторов Garmin. И там мы разберем, прям будет там большая таблица с различными показателями. Я думаю, что после этого видео вообще будет окончательно вам понятно, какой навигатор там купить под свои требования. Поэтому, если интересно, обязательно ставим лайк этому видео и подписываемся на канал, чтобы не пропустить. Это прям, ну, совсем скоро будет. Какие важные изменения произошли в этой модели по сравнению с предыдущим? Первое – это размер экрана. Все-таки 3 дюйма, не как предыдущих 2,6 дюймов, покажется немного, да, 0,4 дюйма. Но это 1 сантиметр, при том, что габариты почти, ну, одинаковые. То есть, особо сильной отличий нет. Потом выделяют все-таки это яркость дисплея. К сожалению, сейчас в Москве не особо солнечные дни, не смогу я вам сравнить, сравнение, так сказать, показать это в реале. Но, как бы на секунду вышло солнце, я посмотрел, особо отличий не заметил. С размером дисплея, естественно, увеличилось и разрешение. То есть, теперь оно 240 на 400, предыдущих это было 240 на 160. Фонарик есть, что вот он светит, но особо как бы не вах светит, чтобы вот... Ну, короче, если что, есть фонарик. Вы спасены. Уделяют это суперантенну. Ну, в конце видео я покажу, насколько она суперантенна, поэтому смотрите видео до конца. А, ну вот протокол, кстати, как бы это интересно людям, которые будут подключать различные датчики. Там, допустим, пульсометр, датчик там на педали, допустим, если велосипедист, да, соответственно. Ну, то есть, вот эти все по протоколу ANT+, можно много достаточно датчиков подключить. И это, так сказать, важно для многих. То есть, в 64-м тоже можно было подключить датчики, но там без этого протокола. Поэтому это такая чуть-чуть сыровато было, если честно. Это реально самая главная автономность. То есть, теперь при включенном GPS и вообще включенном аппарате у вас будет 16 часов работать. Он бесперерывно. И также, если вы включите, так сказать, режим сна, то он может до недели работать. Ну, чем это для вас, вот, показатели это важны? Смотрите, если вы не будете выключать сам навигатор, то вот, как бы, вы рассчитываете на 16 часов. Но неделя чем хороша? Вы можете его выключить и оставить запись треков. То есть, вы просто выключаете, а там будет мигать, соответственно, о том, что GPS включен. Ну, GPS включен, он записывает трек. Ходите, бродите и так далее. И, соответственно, включаете, и вы потом дальше можете обратно вернуться по тому же маршруту. Это важно, когда вы, там, например, по болотистым местам ходите. И, соответственно, вам надо пойти по той же дороге. Это прям реально круто. В других навигаторах такого нет. Еще по интерфейсу. Ну, на самом деле, я особо изменений не заметил. Они там, да, чуть по другие иконки. Но суть одна и та же. Поэтому особо по интерфейсу, я думаю, нет смысла заострять внимание. Куча роликов, на самом деле, и они достойны, эти ролики, по предыдущим моделям. В этом девайсе все-таки прошивка старая, 2013 года. И мы позвонили в Garmin, спросили, а что, как прошивка, почему всего лишь 2013 года, если это 2018. Сказали, что обычно обновление проходит через полгода после старта этих продаж. Ну, то есть, для вас это никак не страшно. Весь функционал рабочий, как и заявляет. И обновление интерфейса, это никаких проблем не будет у вас. Через USB, через компьютер вы это все сделаете. Вот нажатие, оно реально лучше стало. Оно не такое тугое. То есть, оно мягче, и вы прощупаете, то есть, вот этот щелчок, что ли, как бы вот. Есть вот этот эффект нажатия, он чувствуется. То есть, перчатка теперь еще проще это делать. И даже если вы на велосипед это будете крепить, вам не надо будет сильно нажимать. За счет этого, как бы, ну, не перекашивал бы у вас дисплей. Не будет. То есть, все будет в порядке. По сравнению с другими навигаторами, вот если так смотреть, Garmin, с кем сравнивать? По сути, если только с автомобильными навигаторами и смартфоном. Автомобильные навигаторы, они не такие подробные, как был бы этот туристический навигатор. Автономность элементарная, что он более живучий. Потом, вот многие есть такие ярые, такие противники. Да, все это шляпа. Ты возьми вот компас, залезь на дерево, посмотри, мог где растет. И все, и найдешь ты себе обратную дорогу. Ну, навигатор не решает эти вопросы. Ну, не только эти вопросы решать, чтобы вернуться обратно. Он решает то, чтобы вы могли точки проставить, вы могли заранее проделать маршрут. И, соответственно, вернуться обратно. Также там отмечать точки, я не знаю, там лунки элементарные, чтобы ее найти. Лунка моя, рыба моя. На следующий день, после того, как там снег прошел. То есть, люди находят эти лунки благодаря вот этим навигаторам. Компас такого не сделает. Потом, если сравнивать со смартфоном. Вот многие там такие говорят. Ой, да у меня смартфон там 15 тысяч стоит. Вообще, ребята, вы чего? Я там точки поставлю, там все нормально будет. Блин, он не такой же живучий, как, допустим, туристический навигатор. То есть, туристический, реально он там сутки, двоек, недели там пользуется. И нормально все с одними батарейками. Или там взял, просто поменял батарейки. Не надо заряжать. Элементарно даже, если там это смартфон, тем более, то как бы это сенсорный экран. Это перчатку снял, отдел, замерз. Замерз, как на морском дне. Короче, я не буду переубеждать людей, кто считает, что смартфон это лучшее решение для того, чтобы, так сказать, путешествовать. По поводу вот точности лунки, да, еще хотел отметить. То есть, в принципе, по документам идет так, что это до 15 метров точности. Ну, потому что максимальная точность до 1 метра, это как бы типа запрещено. Но военными не знают, как это точно. Я не вдавался в эти подробности. Но вот как бы точность даже, наверное, до 5 метров идет нормальная. Но люди как бы лунки находят иногда даже до 1 метра. Тут зависит от сигнала, честно говоря, как он поймает и какие вообще условия в данный момент находятся. Но даже если точность будет в 5 метров, я думаю, это достойно. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ! Чего здесь должно быть? Это рубрика лайфхак. Первая тема это как сэкономить энергию. Первое мы выключаем GPS, Галилео. Ой, нет. Мы GPS оставляем, а мы выключаем Глонас и Галилео. Только GPS. Это первое. Второе мы выключаем электрический компас. Мы выключаем автомасштабирование. И, кстати, знаете, способов экономии энергии, их полно рекомендаций. Кто-то там советует ориентацию выключить, чтобы это было просто север сверху. И способов там куча. Но поверьте, суть-то какая, что больше всего потребляет эта подсветка и дисплей. Соответственно, это 60-60% это съедает. Все остальные какие-то манипуляции, там, выключить то, выключить все, ну, даст вам там 0,1% того, что, да, вы сэкономите. Но если у вас есть действительно измерения точные, а не просто какое-то бухтение и ворчание, то напишите в комментариях реальный показатель. Это будет многим другим полезно. Потом такой самый главный лайфхак. Если у вас, допустим, аккумуляторные батарейки, то есть их можно заряжать, но нет вот этой штуки, то тогда вы просто берете, хитрость такая, в навигаторе, где установлены эти батарейки, устанавливаете, есть кнопочка, вот маленькая такая кнопочка, вы ее просто зажимаете. Просто есть, так сказать, официальные эти батарейки гарминовские, да, они там склеены между собой, но суть такая, чтобы они зажали эту кнопку, и тогда будет заряд. То есть через этот навигатор вы сможете заряжать эти аккумуляторные батарейки. Поэтому кто-то клеит скотчем, там, либо изолентой, кто-то просто подкладывает там картонку и вот между этим батарейками зажимает, и все, нажатие происходит. И вуаля, через этот навигатор сможете заряжать свои аккумуляторные батарейки. Ну, это такая некая хитрость, если вы не знали об этом. Окей, идем дальше. Для кого этот навигатор? В первую очередь, это для все-таки туристических походов, каких-то там охоты, грибникам, то есть тем, кто путешествует по лесам, неизведанным местам. Это первое. То есть второе, то есть можно использовать и рыбака, но здесь надо с осторожностью. Все-таки он не имеет положительную плавучесть, поэтому если попадет в воду, то пойдет якорем сразу вниз. И тут без ныряния никак. Для рыбалки и морских, так сказать, приключений, Garmin сделал отдельную серию. Это GPS MAP 78, 78S. Между ними отличие, что в 78S есть вот этот электрический компас и барометр. Вот, и наличие топографической карты в 78 нет этого. Он не особо удобный, что ли, этот 78. Кнопки сверху, я не знаю, кто придумал вообще вот такую логику. Вообще, что двигало людей? Может быть, вы, конечно, знаете и напишите это в комментариях. Но, блин, я пока не понимаю. Удобно. Перейдёмся к 66-му ST все-таки. Также удобно будет велосипедистам, реально. Потому что можно будет кучу датчиков подключить к нему. Соответственно, нажатие лёгкое. И как бы кому-то вот неудобно все-таки там Орегоном пользоваться, потому что он сенсорный полностью. И ему хочется кнопки. И при этом он еще велосипедист. Поэтому 66-й ST без проблем можно брать себе для путешествий. Поэтому, как видите, вот GPS-мапы, они вот максимально универсальные. А тем более сейчас вот эти 66-м ST с этими кнопками вообще огонь. Реально огонь. Ладно, давайте перейдём к тесту нашему. Для начала всё-таки протестим, кто быстрее всё-таки включится. При едином, ну, одном нажатии уже сразу они включаются. Раз, два. Вот это тоже подтормаживает. Хоть и там на долю секунды я его позже нажал, всё равно. То есть разница ощутимая. То есть он всё-таки дольше. Здесь процессор неизвестно какой. К сожалению, как бы Гармин не рассказывает, что там он в процессоре улучшил. Просто лучше стал. Ну, собственно, вот он и включился. Так, сейчас он найдёт спутники. Здесь он уже нас нашёл. Но почему-то он врёт. Так, он явно врёт. И здесь тоже врёт. Сейчас. Так. Где мы? Мы, как точно знаю, вот здесь мы. Возле десятой точки. Но почему-то он не показывает. То есть мы вот здесь, а он вот тут показывает. Вот сейчас он соображает немного. А вот, вот этот уже нашёл. Почему я встал возле вот этого небольшого здания? Всё-таки, как бы, хоть и точность там до 10, ой, до метра вплоть. То есть люди всё-таки лунки находят с этим навигатором, да? Хотел бы именно вот всё-таки вживую протестить. Видит ли он реально? То есть, как видим, по точности что-то вот как-то проигрывает. Новинка. Не понимаю, почему так. И включим мы сразу спутники. Обычно ГЛОНАСС как бы убирает, потому что, мол, толку нет никакого особого. У нас пока в России там не работает. Но всё же давайте мы включим сразу вместе с ГЛОНАССом. И так, здесь тоже ГЛОНАСС. Давайте посмотрим. Ради интереса. Что же он покажет? Так, выберем. Ну, то есть, как видите, меню, можно сказать, одинаковое. Ничего тут отличий нет. Вот карта. Так, ну что. Новый что-то как-то подводит. Суперкрутая антенна и так далее. Но что-то здесь он... Что я не ожидал, почему-то он проигрывает. Давайте чуточку подождём. Может быть, они как-то это сообразят. Ну, то есть, по скорости понятно. По яркости, на самом деле, блин, они одинаковые. То есть, солнце сейчас тяжело, конечно, поймать такое, чтобы прям хорошо лупило. Но всё-таки, то есть, вот там максимум. И по яркости, ну, то есть, чуть-чуть другая контрастность, как видите, да. А так, по сути, ну, то же самое. То есть, ну, нет, хотя вот чуть-чуть он как-то здесь ярче. Я пытался на солнце посмотреть, но как-то вот оно солнце тухлое было. Поэтому особого отличия не было. Ну, слушайте, ну, вот мы возле угла вот этого здания, соответственно. И этот до сих пор как бы, ну, так и показывает хорошо. А этот, зараза, врёт. Вот так вот новинка и это. Честно, не ожидал даже, что такое будет. Непонятно почему. То есть, может быть, они там друг другу конфликт. Ну, вряд ли конфликт, тогда бы это тоже бы показывал. Ну, врал бы. Так, давайте по наличию ещё спутников посмотрим. Сравним. Так, меню. Так, где у нас тут спутники? Вот они, спутники. И здесь спутники. Ну, этот больше ловит, чем новый. Так, высоту, как видите, да, 161, здесь 221. Точность 3 метра, точность 3 метра, но при этом здесь это. Так, широта, долгота, но как видите, да, последняя цифра получается. Разная только. Ну, то есть, да, незначительная, но всё же. Как бы новинка-то должна была всё-таки лучше показывать. А тут как назло. Сейчас давайте включим карту. Нет, он так и не находит. Блин, очень жалко. Звонили в Garmin. Толком особо не ответили. Кто-то сказал нам ещё, что выйдет как прошивка на 66-й СТ. Вот он прям будет ах прям, вот ах. Короче, ждём ещё полгода и будет у нас ах. Возможно. Не знаю. Но мы протестим. Я не говорю, что эта модель плохая сейчас от того, что вот она погрешность, да, там больше показала, допустим, чем 64-й СТ. Но всё же по функционалу он выигрывает 66-й СТ. Однозначно. Тут просто надо чуть-чуть потерпеть с обновлением. Ну, реально, я думаю, это будет. Это как с Фениксами тоже была такая тема, что по меню особо не было отличия. А как вышло обновление, так они, оказывается, крутые стали. Ну, я надеюсь, затронул все вопросы. Если что-то ещё, есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, либо звоните нам по телефону. Либо ещё что ещё хотел сказать. Сейчас же делаем сравнение без туристических навигаторов, полную таблицу. Поэтому ждём. Подписываемся, чтобы не пропустить. До следующего выпуска. Покедова. 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 Субтитры сделал DimaTorzok